Наш следующий спикер не понаслышке знает, как организовать бизнес-процессы в компании так, чтобы компания работала как механизм швейцарских часов. Илья Алябышев, руководитель компании практика системного бизнеса, расскажет нам о том, как эффективно управлять проектами и сохранять при этом непринужденную улыбку. Илья, вам слово. Спасибо. Хорошо, что пришли. Готовы? Поехали. Как доводить проекты до результата вместе с командой и сохранять непринужденную улыбку. Итак, коллеги, до того, как мы познакомимся, до того, как мы определим, что нас сегодня ждет, давайте определим, зачем мы здесь собрались на этот час. У нас ровно 60 минут, за которые я постараюсь дать вам максимум пользы в рамках нашей конференции. Зачем мы здесь сегодня на этот час? Итак, чтобы понять, как развить свою системность и достигать результат в условиях современного хаоса. Вот этой теме мы посвящены следующие 60 минут. Что будет в результате? Что будет, когда этот час пройдет, когда 60 минут закончатся? Мы освоим самый простой и самый важный инструмент системной работы с командой и узнаем, что нужно сделать, чтобы внедрить еще пять инструментов. В результате мы будем тренироваться. Сегодня будет тренажер, мы будем делегировать, ставить задачи своим коллегам, получать обратную связь и разбираться, что нужно сделать по шагам дальше, чтобы решить проблему хаоса в вашей команде. Это вообще интересно, нет? Кому интересно, скажите. То есть я пришел сегодня не напрасно. Спасибо, поехали. Итак, кто я такой? Что я делаю? Я прихожу в компании и делаю так, чтобы проекты в компании доходили до результата. Коллеги, не только вам интересно справиться с хаосом, это актуальная проблема сегодня, сегодня у всех хаос. Почему хаос у всех? Структура отсутствует. Ну и раньше структура отсутствовала, нормально как-то выживали. Много нового, большое количество информации. Сегодня управленческое воздействие передается очень быстро и дешево. Сегодня, чтобы отдать распоряжение вашей команде, вы просто смс-ку набираете и все, вперед. Обесценился акт передачи информации, акт управленческий. Если раньше от Питера до Москвы на каретах скакали, ДПШ передавали, потом обратно. Сегодня мы погружены в хаос этих управленческих воздействий. Ну а как быть? Этот хаос управленческих воздействий приводит к тому, что мы постоянно прыгаем между приоритетами, наши команды не могут договориться, не могут вместе решать сложные проектные задачи. Мы все погружены в этот хаос из-за слишком большого количества новой информации, из-за высокой скорости обмена новыми управленческими актами. Итак, я делаю так, чтобы этого не было. Я внедряю системную работу, я эксперт по управлению командой в условиях хаоса. Что же это такое? Опа! Опа! Я должен вкратце рассказать мой путь. Этот кротко стриженный молодой человек – это я. Я свой первый проект реализовал 22 года назад. Это был IT-проект. Я был еще школьником, этот проект получил внедрение. С тех пор я прошел путь от разработчика систем для государства до директора по IT-продуктам. Я на себе испытал тот опыт боли того, что совещания затягиваются на 6 часов, люди дерутся после совещаний, проекты буксуют месяцами и не доходят до результата. Лучшие люди уходят из компании. Потом кассовые разрывы. Я так жил, понимая, что так нужно жить всегда. Ну, потому что у нас такая страна, ничего не поделаешь, нужно просто терпеть. Мне повезло, я попал в команду людей, которые выживали только за счет того, что выстраивали работу со специалистами в маркетинге, в науке, в продажах, в разработке, так, чтобы обгонять рынок быстрее, идти рынка в 4 раза. Я увидел технологию, которую изобрели айтишники, программисты, которые помогают добиваться результата быстрее. И 8 лет назад я пришел к выводу, что этой технологии нужно обучать не программистам. Я буду рассказывать вам о технологии гипоуправления, как ее перенести с умных программистов на бухгалтеров, логистов, менеджеров по продажам, работников склада, производственников, инженеров и так далее. Итак, 8 лет я занимаюсь тем, что внедряю эту технологию, в том числе, кстати, в распределенных удаленных командах. Сегодня 100 команд мы своими руками перевели на системные рельсы. Это советы директоров, это отделы маркетинга, это инженерные структуры, строительные подразделения, юридические структуры. Мы работаем с крупными заводами, мы работаем с маленькими стартапами. У всех хорошо, но есть пара ограничений. Технология, которую мы предлагаем, она не даст никакого результата, если у вас нет полезного продукта. То есть если то, что вы делаете, не нужно рынку. К сожалению, я не знаю, как это решить. Вот если не умеете делать то, что люди покупают, системную работу не внедряйте, потратите время напрасно. Итак, наш инструмент, который вы сегодня все освоите, используют на практике коллеги уже по всем городам нашей страны, по странам СНГ. Итак, системная работа. Я эксперт по системной работе, я внедряю системную работу. Что же это такое? Буквально 20 лет назад у системной работы было простое определение. Берем календарный план, на год расписываем, декомпозируем задачи по отделам, каждому нарезаем свой кусочек, определяем показатели для того, чтобы контролировать результат работы каждого направления и поехали. Хорошо? Сегодня не работает. Почему? Почему диаграмма Ганта, которую мы нарисовали, так тщательно трудились, вырисовывали ее идеальной, красивой, почему сегодня это не работает? Работы больше стало, технология устарела, да, технология устарела, но в целом-то технология хорошая, календарный план, это же идеально. Рынок слишком быстро меняется, да. Беда в том, что мы нарисовали идеальную диаграмму Ганта, неделя прошла, новые вводные, конкуренты запустили уже новую технологию, а государство поменяло законодательство в налоговой сфере. И все наши планы, которые были декомпозированы на год вперед, они утратили актуальность. Сегодня побеждает не умный, а сегодня побеждает быстро тестирующий гипотезы рынка. Нет такого эксперта, который знает, нужно делать вот это, нужно продавать вон там. Единственный критерий сегодня это скорость и гибкость. Кто быстрее других может сделать маленькую версию будущего продукта, на рынок ее отнести, проверить реакцию рынка, скорректировать свои действия и на следующей неделе сделать уже новую версию. Программисты это придумали около 15 лет назад. В другие сферы эта технология проникает только сейчас, в том числе и нашими с вами усилиями. Итак, культура гибкости и скорости сегодня системная работа. Меня учили делать вот так вот. Еще разочек. Опа, отлично. Откуда она появилась? Ну, к счастью или к сожалению, системную работу придумали не мы. Да, мы взяли технологию, которую используют программисты, agile scrum. Коллеги, кто знаком с этим словом agile scrum? Кто ненавидит agile scrum? Спасибо. Ну, значит, есть причины, я понимаю, да. Значит, мы тоже, когда стали внедрять в чистом виде, ненавидели. Burn, down, диаграмма, story point, team velocity. Это нельзя объяснить живому человеку, потому что он был придуман не для людей. Герман Греф всем говорит, коллеги, давайте все agile внедрять. Но Герман Греф не говорит, что в книжке с Азерленда такие неудобоговоримые слова, что логисты в отделе говорят, слушай, ты давай это, нам нужно сейчас партию быстренько доставить, ты давай со своим agile scrum отойди. Поэтому мы наложили agile scrum на русскую модель управления Александра Прохорова. Это ярославский ученый из Ярославского университета, который объяснил, ответил на вопрос, почему тысячу лет мы живем в условиях хаоса и разрухи, но до сих пор не сдохли. Кто читал русскую модель управления? Прочитайте обязательно, коллеги, это невероятно интересный труд, одновременно научный и развлекательный. Он говорит о том, что у нас в сознании исторически две модели поведения. Либо сверхпродуктивная, когда мы летим в космос, перебрасываем заводы на Урал за три месяца, делаем ядерную бомбу, либо модель стагнации, когда у нас время застоя, когда у нас никаких изменений нет, когда все только и пытаются укрыться от системы показателей. В каждой компании такая же модель в сознаниях людей проявляется, потому что у нас это эволюционным путем заложенная программа. И, собственно говоря, идея в том, чтобы выводить компанию в состоянии застоя, показывая сотрудникам возможность фокусироваться на понятных, выполнимых задачах. Все, что мы сделали, мы показали, как очень просто фокусироваться на брифингах, на планированиях, на ретроспективах, так, чтобы видеть результат своего труда. Ну и, конечно, без японцев не обошлось. Популярный во всем мире подход бережливого производства мы тоже используем для экономического чуда и в нашей стране тоже. Поехали дальше. Agile, чтобы этот пункт закрыть, можете сфотографировать слайд. Значит, если вы откроете Википедию, в Википедии все по-другому написано. Значит, если здесь есть присутствующие коллеги, кто является евангелистом Agile, они после выступления вцепятся мне в горло, скажут, что вообще не так определяется Agile, это не каноническое определение. Тем не менее, для упрощения я предлагаю вот такую схему. Вот все говорят Agile, Agile, всего три правила. Agile это смотрим глазами клиента, то есть не своими глазами смотрим, не как мне понравилось это новое предложение, почему же никто его не покупает, а постоянно анализируем наш продукт через взгляд клиента. Второе, результат каждую неделю, причем не просто результат, а тот результат, который можно клиенту показать и получить обратную связь, и скорректировать свои действия. И третье, это самостоятельные команды. Когда для решения мы формируем такие компетенции в каждой команде, чтобы не нужно было к начальнику постоянно ходить. Вот Agile мы описываем через эти три правила. Ну хватит с ним, давайте дальше. А можно, кстати, без системной работы, без всякого гипоуправления, без системной работы добиваться результата сегодня? Можно, можно. Бывает, кстати, недолго, бывает быстро. Тяжело, кроваво. Если крови много, никакая системная работа не нужна. Просто эту кровь выплескиваете, сотню сотрудников отправляете в разные стороны, кто-то принесет вам продажу или новый продукт, у кого-то получится. У меня есть личная миссия, я хочу изменить управленческую культуру в наших странах. Я хочу, чтобы наши страны пришли к экономическому чуду за счет того, что стали по-другому управлять. Вот не мой меч, твоя голова, сплечь. Это условия, в которых я рос, когда там, ну, жесткие условия, вы все в них были. Я думаю, что мы способны поменять свою культуру, когда люди фокусируются на понятных результатах, и каждую неделю этот результат полезный для рынка, для бизнеса выдают. Так вот можно без системной работы, но экономического чуда не будет. Кровь будет проливаться, и в конце концов люди ломаются. Не надо так. Вот об этом системная работа. Итак, сколько раз я уже повторил слово «системная работа», «системная работа». А как это так? Как это пощупать пальцами можно? Системная работа. Знаете эту картинку? Старая добрая картинка. Да, значит, сначала Шухарт, потом Деминг. Сказали, ребята, нужно делать вот так. Нужно разделить свою работу на четыре стадии. Сначала запланировал, только потом сделал, потом проконтролировал, и потом улучшил сам процесс. Этой картинке больше ста лет. Давайте с понедельника так работать. Вот я слушаю этот смех каждый раз, потому что с понедельника не получается. Ну, вроде все понятно, да, но, к сожалению, что делать-то конкретно? Вроде спланировали, а как теперь контролировать? Что такое системная работа? Это конкретные инструменты, конкретные регламенты, шаблоны, которые показывают, что делать утром, что делать в понедельник, что делать в пятницу, что делать раз в две недели, для того, чтобы фокусировать команду на конкретных задачах и доводить до результата. Так, благодарю за интерес к этому слайду. Я считал, что это черновик, но если вам нравится, то сфотографируйте. Спасибо. Да, проанализируйте. Немножко спойлеров. Да, конечно, не только методика, не только правильные совещания, не только правильные брифинги. Мы используем онлайн-сервисы. После весеннего обновления прошлогоднего Bittrex Bittrex стал идеально подходить для того, чтобы управлять задачами в визуальном формате. Канбан-доски появились. И мы, конечно, эти Канбан-доски тоже используем сегодня для того, чтобы фокусировать сотрудника не на простыне из 50 красных задач, которые листаешь, листаешь, листаешь. И сотрудник понимает, у меня 50 красных задач. Я не сделал за сегодня ни одну. Мир с оси не сошел. Конец света не настал. Что я буду завтра делать? Зеленую задачу, потому что она самая понятная и простая для реализации. А красные трогать не буду. Не работают простыни, только визуализация на Канбан-досках. Мы их сегодня будем смотреть на практике. Мы используем чаты для фокусировки и онлайн, и офисных сотрудников на конкретных задачах. Используем конвейеры. Но обо всем по порядку. Итак, как это быть системным? Сейчас будет самый интересный слайд. Называется «Привычки системного руководителя». Я за пять минут расскажу вам все самые главные вещи, которые нужно знать. Готовы? Отсюда лучше, да? Самый интересный слайд чувствуете, да? Отлично. Десять привычек системного руководителя. Сфотографируйте, я пойду дальше. Так, я не спешу, на самом деле. У нас еще сорок две с половиной минуты. Три, два, один. Поехали. Итак, привычка первая. Сначала согласовать ожидание от встречи, а только потом эту встречу начинать. Почему затягиваются совещания? Потому что мы собираемся, бывает, для того, чтобы понять, зачем мы собрались. Нельзя начинать совещание, если у вас в едином месте не записано три конкретных ожидания. Чем ожидание от повестки отличается? Ожидание — это понятный, конкретный результат. Повестка — обсудить проблемы транспортного цеха. Обсудили, обсудили. Звинулись с места, не звинулись. Принять решение, кого. И куда направляем для решения вон той проблемы. Конкретный результат, конкретная бумажка, конкретное принятое решение. Только тогда можно начинать совещание, если мы эти ожидания согласовали. Пойдемте дальше. Вторая привычка. Совещание закончилось. Нельзя выходить из переговорки, нельзя выходить из онлайн-чата. Если вы не записали конкретные шаги, которые нужно сделать после того, как совещание закончилось. По японской традиции совещание называется муда. Это непроизводственные издержки. То, на что мы тратим время, но то, что не приносит нам деньги. Если мы потратили время на совещание, час целый сидели вместе, но потом не записали конкретные шаги, которые нужно выполнить участникам этой встречи, мы напрасно потратили время. Третья привычка. Третья привычка. Освобождать голову, не держать в голове задачи. Очень часто я вижу руководителей, которые гордятся. Я знаю обещания каждому клиенту из моей воронки. У меня 100 клиентов. Я каждому помню, что обещал. Зачем? Выгружайте задачи из головы в электронную систему, где они видны всей вашей команде, а в голове держите другие вещи. Модель вашего бизнеса, портрет вашего клиента, ключевая ценность, которую вы клиенту даете. То есть постоянно ищите новую ценность, которую клиенту будете давать, но не рутинные задачки. Четвертое. 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 Записывать и проговаривать утром свои конкретные шаги на брифинге. На чем вы сегодня сфокусированы. Это касается и руководителя, и команды. Базовое правило, как чистка зубов. Это вместо утреннего кофе. Если мы начинаем день, наша команда начинает день, безответственно вопрос, что я сделал вчера, что я планирую сделать сегодня, что мне мешает, какие ресурсы нужны, экономическое чудо не настанет. Вот мы научились раз в неделю, раз в день фокусироваться, пора научиться раз в неделю фокусироваться на конкретных задачах, ставить цель на недельный рывок, понятную, измеримую, достижимую цель. Когда я рассказываю руководителям, что мы сегодня в рамках внедрения новую культуру, каждую неделю будем ставить себе цели на недельный рывок, подергиваются руководители, слушая эти слова. Это как так? Мы должны будем постоянно что-ли жить в этом контроле? Это не контроль. Это схема получения удовольствия от созидания. Если человек не понимает, на чем он сфокусирован в рамках недели, получить удовольствие в конце недели от результата не удается, и поэтому выгорание, поэтому кризис среднего возраста, поэтому психологи и коучи так популярны сегодня. Шестое. Совещание проводить не на бумаге, не в блокнотах, а в онлайн-сервисах. Почему? Не потеряется быстрее. Самое главное, все к этому имеют доступ. Причем печатными буквами написаны конкретные шаги, и все в любой момент могут посмотреть эти шаги, взять себе на электронную доску и выполнить. Конечно, да, электронные сервисы. Дальше. Прибираться в команде. В педисеи цикл, шухарта, деминга, последняя буква A, Экт, воздействовать на сам процесс, улучшить его. А как улучшать? Конкретная схема совещания. Сегодня вы увидите ее. Эта схема называется ретроспектива в команде. Простая, внедренная по всему миру, но почему-то у нас об этом не знают. Сегодня расскажу. Управлять через гаджеты. Мы привыкли к тому, чтобы гаджеты надо выключать на каждом совещании, чтобы люди не отвлекались. Можно перестать бороться с этой напастью, использовать, возглавить ее. Пусть у каждого на гаджете будет открыто наше совещание, конкретное ожидание и шаги. Пусть он смотрит, но в шаги. Раскладывать маленькие задачи по большим проектам, а большие проекты раскладывать по маленьким. Это декомпозиция, важный навык руководителя. И последняя привычка маленькими шагами, тонкими срезами. Это мантра системной работы. О чем она говорит? Мантра системной работы, она говорит о том, что бывает сложный проект. Да, мы сейчас хотим реализовать новую тему, хотим выйти на новый рынок и совершенно не понимаем, как к этому подступиться. Очень важно не сидеть и смотреть. Я подожду, подумаю. Сделать маленький шаг, проверить обратную связь от клиентов, скорректировать и сделать еще шаг. Маленькими шагами, тонкими срезами. Да, мы не знаем как, но мы уже отрезали маленький кусочек. Мы уже сделали маленький шаг, мы уже показали клиенту, взяли обратную связь и двинулись дальше. Только так сегодня можно побеждать. Потом настанут стабильные времена. Это не будет нужно. Но мы живем сегодня. Времена не выбирают. Почему это так сложно? Хорошие привычки. Почему это так сложно? Почему не удается их внедрить на практике с первого дня? Где же этот путь к счастью? И сейчас будет ответ. Всегда есть причина не делать важные задачи. Потому что против нас играет страшный противник. Вот он. Нет, не ты пока. Рутина. Рутина. Против нас играет сильный противник. Это входячка, текучка. Клиент позвонил, срок настал, налоговая спрашивает. И вот я уже отвлекся на простую понятную задачу. Ты чем сегодня занимался? Я сегодня работал. А что конкретно ты сделал? Какого клиента перевел в новую стадию? Какую стадию проекта ты сейчас достиг? Слушай, не отвлекай меня всякой этой ерундой. Я сегодня, знаешь, сколько работал? Я столько раз сегодня по телефону поговорил. Конечно, проще столько раз поговорить по телефону. Потому что наш мозг интересную штуку нам подбрасывает. Мы получаем удовольствие от созидания. Это прекрасно. Когда мы чувствуем результат своего труда, эндорфин вплескивается в кровь для того, чтобы поблагодарить нас за то, что мы потрудились. К сожалению, это удовольствие получается и от рутинных задач тоже. Если мы весь день поднимали трубку и кому-то отвечали, непонятно кому, у нас тоже, в конце концов, какое-то удовольствие есть. Системная работа позволяет не кому-то отвечать, а сразу фокусироваться на конкретных, ориентированных на результатах задачах. Тогда эндорфина становится в крови гораздо больше. Тогда системная работа приводит к простому человеческому счастью. Вот, оказывается, о чем системная работа. Пойдемте дальше. Этот эндорфин бездумно получать просто. Наша задача научиться получать его осознанно от приоритетных, результатных задач. Хорошо. Знаете этого молодого человека? Ицхак Адизис, да. Прекрасный человек, прекрасен тем, что создал институт имени Ицхака Адизиса. Но это не единственное его достижение. Он очень простыми, понятными формулами, метафорами объясняет, как управлять компанией. Одна из метафор, он сказал, что четыре типа личности в руководителе сочетаются. Нам сейчас интересны только две. И главное, он говорит, что в одном человеке их не встретить. Особенно эта проблема связана с этими двумя. Предприниматель и администратор. Кто такой предприниматель? Он генерирует, он не только делает, он генерирует новые идеи, да. Он кайфует, когда видит новую возможность. Это предприниматель. Кто такой администратор? Он руководитель, он реализует этот процесс по достижению возможностей. Когда администратор видит новую возможность, он в панике. Что опять? Где ты был на конференции Bittrex идея? Какие ты оттуда идеи принес? Нам это опять делать? Подожди, давай хотя бы старое доделаем. Это вечный конфликт. E-энтерпренер. E-энтерпренер это предприниматель, а администратор. То есть здесь на русском языке просто продюсер результата. То есть мы их просто P и I мы сейчас не рассматриваем. Можем в перерыве не вернуться. Это конфликт. Из-за этого заводы рушатся. Из-за того, что прибегает собственный и говорит, давай новое направление запустим. А администратор говорит, какое новое направление? У нас там кассовый разрыв, и мы еще по лизинговым платежам не рассчитались. Системная работа это язык между этими двумя. И очень важно понимать, что в своей команде вы должны их разделить. Если вы в своей команде и предприниматель, генератор возможностей, и администратор, реализатор этих возможностей, у вас будет взрываться голова. Вы одну из функций будете проваливать. Умейте выделить того в команде, кто будет отвечать за управление ритмом, кто не знает, куда идти, но вытаскивает на брифинге, на планирование, на ретроспективу команду постоянно. И того, кто несет новые возможности, складывает их на конвейер, чтобы вся команда их реализовала. Пойдемте дальше. Как быть? К сожалению, это не волшебная таблетка. Придется поменять культуру и сформировать новую привычку. Давай. Есть метод. Скоро будет самый главный слайд нашей встречи. Я вам расскажу. Но не сейчас. Давай, что дружище. Упражнение. Я вам рассказал в общих чертах о том, что такое системная работа. О том, какие возможности она дает, что она позволяет кровь сберечь, позволяет достигать результата в условиях хаоса, увеличить скорость и гибкость, когда мы не знаем, куда идти. Она требует поменять привычку. Вы даже увидели базовые правила, базовые привычки руководителя. Это фокусировать конкретные ожидания от встреч, выгружать свои задачи и прочее. Я прошу вас сейчас ответить вашему коллеге на вопрос, зачем мне нужна системная работа. Ответ, она мне вообще не нужна, тоже годится. Просто честно. Ответьте вашему коллеге, повернитесь к вашему коллеге, просто ответьте, зачем мне нужна системная работа. Прямо сейчас прошу. Зачем мне нужна системная работа? Почему это так важно? Каждый раз, когда вы стартуете новый проект, вы должны спрашивать свою команду, зачем мы стартуем этот новый проект. Это принцип, который позволяет определить приоритеты. Если у вас нет ответа на вопрос, зачем, не надо стартовать проект. Ответили? Хорошо, это домашнее задание. Ответьте себе на вопрос, зачем вы стартуете системную работу в своей команде. Мы идем дальше. Итак, сейчас будет самый главный слайд. Правильно мыслите. На следующем слайде будет всего две картинки, но они будут самыми важными нашей сегодняшней часовой встречи. Итак, два закона системной работы. Все наши приемы, принципы, инструменты, шаблоны, электронные доски задач, правила проведения брифингов, совещаний, планирования, они все вписываются в эти два закона системной работы. Первый закон ясная картина, визуализация. Второй закон ритм. Как читается первый закон, о чем он гласит? Любая идея, задача, правила, договоренность должны быть записаны в понятном для команды месте. Любой высказанный вслух шаг, любое поручение, любой проект должен быть записан в понятном для команды месте. Доска в переговорке понятная для команды места, но потом уборщица пришла и стерла, а стикеры отвалились, и команды понимают, ну, значит, можно было не делать. Блокнот понятная для команды места? У каждого свой блокнот, что он там записал, неизвестно. электронная система, доски задач, гугл-документы или диск битрикса, это единое, понятное для команды место. То есть любая идея не должна быть подвешена в воздухе. Я же тебе уже говорил, это не считается. Запиши задачу на электронной доске в канбан битриксе. Закон второй, закон ритма. Даже идеальная визуализация, идеальная доска канбан, идеально прописанные процессы в вашей воронке продаж в битриксе, через неделю стухнут. Почему? Потому что рутина, текучка, входячка, бесячка, на выходе эти отвлекающие факторы увели вас от идеальной визуальной картины и опять все свалилось, опять ничего не работает. Почему жалуются? Мы внедряли битрикс, битрикс не внедрился. Было у кого-то, нет? Опускайте руки, в конце концов. Давайте. Потом об этом. Понимаете, коллеги, битрикс не волшебная таблетка тоже. Визуализация с одной стороны, ритм с другой стороны. Вот ритм это есть тот закон, которым мы противодействуем ритму рутины. Это те наши правила, когда мы каждое утро в 9.15 проводим брифинг, даже если дождь или снег, только 8 марта не надо проводить брифинги. Это каждую неделю, в пятницу в 12.00 мы проводим планирование недельного рывка. Это правило, когда мы собираемся и противодействуем ритму рутины, создавая свой собственный ритм, гарантируя, что очередная порция нашего проекта сейчас будет распилена и взята на наш конвейер, чтобы дойти до результата. Только визуализация плюс ритм работают вместе. Один битрикс не работает, один ритм не работает. Вместе сила. Как мы нарушаем ритм? Простой пример. Алло, Геннадий, у меня тут новая идея пришла. Поднимайся ко мне, сразу обмозгуем. Знакома вам такая ситуация или нет? Геннадий был занят своим контекстом, у него был рабочий процесс, он попал там уже в состояние потока, работал, работал, мы его вырвали из состояния потока, он потом еще будет возвращаться в него, потому что нам не терпелось. Мы не хотели ритму подчиниться, мы не хотели на конвейер эту задачу положить, чтобы на следующем недельном планировании взять ее в работу. Мы сразу же на Геннадия ее спилили. Я же руководитель, почему я должен терпеть? Я сразу ему скину, а пусть он потом и решает. Мы нарушили закон ритма. Отлично посовещали сегодня. Как будет время, надо будет обязательно все эти задачи взять в работу. Провели время, потратили, выделили задачи, но на конвейер ритма не положили, не договорились о том, что на пятничном планировании они будут взяты на нашу доску задачи. Все, результата нет. Нет, я еще не звонил клиенту, я решил вот так, я сейчас все доделаю и сразу клиенту покажу. Знакома, нет ситуации. Уходить от клиента подводной лодкой. Мы обещали, мы не вышли на связь, мы нарушили ритм работы с клиентом, а клиент думает, что мы умерли, потому что мы не ответили ему. Я же написал инструкцию, ее вообще кто-то читает. Знакома, нет ситуации. Инструкция — это визуализация, закон визуализации, когда в единой системе прописаны шаги, которые мы должны выполнять раз, два, три. Но если эти инструкции не подчинены ритму, если каждые две недели мы не поднимаем их, чтобы на ретроспективе разобрать плюсы и дельта-плюсы по этим инструкциям, потом расскажу, что это такое, инструкция будет в столе лежать. У нее нет шансов, потому что она проигрывает ритму рутины. Еще такая проблема. Ритм убивает предпринимателя. Предприниматель ненавидит этот ритм, потому что он на брифинге, на планировании ходит. Ребята, я вам новые сделки приношу. Чего вы меня начинаете постоянно загонять, в свои совещания? Но есть хорошая новость. Администратор обожает ритм. Поэтому так важно разделить две роли в команде. Я вижу, два человека встретились. Администратор и предприниматель. Так важно разделить эти роли. Важно предпринимателю своей харизмой, у него всегда этой харизмы много, не убить администратора. Важно администратору своим въедливым чутьем не убить предпринимателя. В этом баланс, в этом победа. Но визуализацию ее обязан освоить каждый. Если ритм можно делегировать администратору, чтобы он вел нас по этому алгоритму, визуализацию обязан освоить каждый, и каждый предприниматель в том числе должен ставить задачки не голосом. Ребята, есть классная идея. Нужно выполнять базовые правила визуализации, складывать задачу в единое, понятно для всей команды место, на электронную доску, по специальной формуле, которую сегодня будем отрабатывать. Еще примеры, как мы нарушаем закон визуализации. Это совещание, переговорки. Илья, меня зовут Илья, коллеги мне говорят, мы не будем записывать, мы так все запомним. Коллеги, ну давайте шаги конкретные выделим. Илья, сфотографируй в Google папку, положи это. Компания просуществовала полгода, обанкротилась судами, потому что не хотели шаги записывать. Я предупреждал. Блокнот убийца. Мы насчитали 4 степени искажения информации при использовании блокнота. Сначала голосом руководитель что-то сказал, потом сотрудник как-то услышал, будучи аудиалом, не аудиалом, а визуалом, потом как-то стенографии записал, потом без контекста прочитал. Никто не смог внести правки в его блокнот, потому что блокнот персональный. Блокнот убивает бизнес. Да, крупные заводы построены в том числе на блокнотах. И когда мы приходим в советы директоров крупных заводов, мы взрываем сознание участников, показывая, насколько можно ускориться еще, используя вместо блокнота единый документ в Google, в Bittrex или единую доску задач. Тысяча бумажек. Используйте бумажки, наклеивайте на монитор. Кто наклеивает бумажки на монитор? Молодцы, правильно. Мы тут экономическое чудо хотим сделать, а вы бумажки на монитор наклеивайте. Сейчас расскажу, как правильно наклеивать бумажки на монитор. Если бумажку отклеивать сверху вниз, она продержится около двух часов на мониторе. Ее нужно отклеивать справа налево. Она продержится целый день. И только потом упадет. Коллеги, экономическое чудо не получится, если мы будем пользоваться бумажками, потому что в бумажке нельзя поставить сроки, приложить отчет, сформулировать подзадачи для коллеги и так далее. Ладно, бумажки не годятся. Давайте мессенджеры. Отлично. WhatsApp, Telegram, Viber. И поехали, поехали. Задачи накидываем, накидываем, накидываем. Еще хуже, чем бумажки, потому что у тебя рука устает листать все эти сообщения. Это нарушение закона визуализации, потому что в мессенджере невозможно сфокусироваться на конкретном объеме задач. Так же, как невозможно сфокусироваться на конкретном объеме задач в табличной портянке из 50 красных строчек. Поэтому Kanban доски, которые я буду вам дальше показывать. Онлайн-работа. Мы просто замеряли, проводили эксперименты, увидели, что онлайн-работа в два раза эффективнее позволяет применять инструменты системной работы, нежели чем команды в одном офисе. Потому что нет способа нарушить закон визуализации. Потому что ты перед монитором сидишь, у тебя перед монитором битрикс и гугл-документ, и ты понимаешь, о чем сейчас все говорят, и записываешь туда же следующие шаги. Курилки нет, коридора нет, задачи ставятся только через закон визуализации. Итак, что же делать-то, как эту привычку поменять? Есть конкретные инструменты, сегодня мы их все посмотрим, но коротко. Поехали. У нас будет сегодня инструмент формула делегирования, как ставить задачи так, чтобы они были ориентированы на результат. Дальше мы посмотрим, куда класть эти задачи, это доска, задачи, канбан-доска. Мы посмотрим, как обеспечивать ритм утренней фокусировки на брифингах, ритм недельной фокусировки на планированиях, как выглядят мозговые штурмы в онлайн-сервисах, и как проводятся ретроспективы, приборки в команде, наведение порядка в команде. Успеем ли мы это сделать за 24 минуты? Зависит от всех нас. Поехали дальше. Итак, вот она, красавица, формула делегирования. Помните про Smart час назад? Smart — это ее новая версия. Smart — прекрасная технология, которая позволила поднять осознанность миллионов сотрудников и руководителей на всей планете. Это ее новая версия. Это формула, которая позволяет простому русскому мужику на щелчок пальцев сформулировать задачу, ориентированную на результат. С чего она начинается? Перед тем, как поставить задачу, ответьте себе на вопрос, зачем она нужна? Вам, вашему отделу, на какую цель она будет работать, мотиватор, который ответит на вопрос, надо ли выделять ресурсы, энергию, приоритет на эту задачу, или может быть она не нужна вовсе. Это нужно как постановщику, руководителю, так и сотруднику, чтобы он понимал, на какие цели эта задача работает, чтобы он понимал, какие ресурсы нужно к ней подключить. Ладно, закончили с высокими мотиваторами, опускаемся на брендный мир, отвечаем на второй вопрос. Результат. Нельзя делегировать задачу, если вы не понимаете конкретного проверяемого формального результата для этой задачи. Даже вы не понимаете, как она будет реализована, вы должны понимать, как будете ее проверять. Критерии приемки. Конкретная бумажка, сколько там будет колонок, сколько там будет листов. Если вы не понимаете, не ставьте задачу. Третье. Вот мы разобрались с зачемом, с результатом разобрались. Пришла пора записать задачу. И сейчас мы все будем тренироваться это делать. Задачу нужно записывать с глагола совершенного вида минимум на пять слов. Что такое глагол совершенного вида? Сделать, выполнить, реализовать, позвонить, переговорить, порешать. Хорошие глаголы? Совершенного вида. Очень важно, чтобы глагол ориентировался на результат. Я сейчас перечислю коммуникационные глаголы. Они очень опасны. Нельзя начинать задачу с коммуникационного глагола. Переговорить, посовещаться, созвониться. Потому что результатом такого коммуникационного глагола будет звонок, коммуникация. Но не ценный для команды результат. Итак, из пяти слов, с глагола совершенного вида, но не коммуникационного глагола, задача должна быть. И в конце, когда вы делегируете задачу вашему сотруднику, волшебный элемент. Спросить. Первый шаг у исполнителя. Таким образом, вы проверите его понимание и вовлечете его в работу над этой задачей на первой стадии. То есть декомпозицию задачи он начнет делать уже при вас. Вы увидите ошибку заранее, поможете ему ее исправить. Но он уже сам задумался и сам взял на себя ответственность за эту задачу. Итак, здесь в презентации описаны детально каждый из этих шагов. Я не буду сейчас на них останавливаться. Мы презентацию будем, коллега, отдавать? Вы сможете там прочитать. Упражнение. Как переформулировать? Я прошу вас сейчас переформулировать задачи из примеров, так, чтобы эти задачи были ориентированы на результат. Итак, пример первый. Сотрудник на утреннем брифинге пишет задачу на день себе. Очень плотная работа по всем горячим клиентским проектам. Это реальная ситуация. Хорошая. Он старается, мотивированный, глаза горят. Очень плотная работа. Как ее переформулировать, скажите? Добиться конкретного действия от конкретного клиента, конечно. Бывает, что этих клиентов 50, а не 5, и сложно перечислить эти действия. Тогда перечисли цифры. Пускай у тебя большая воронка, перечисли цифры, потому что перечисляя цифры, ты должен автоматически залезть в CRM, посмотреть свою воронку и сфокусироваться на своих возможностях на день. Но мы такой пример записали. Подготовить предложение для конкретного клиента по конкретной теме, через конкретное решение. Идем. Что? К такому-то сроку здесь сроки не ставятся. Важный момент. Обратили внимание, в формуле делегирования нет срока. Красавица формула, сроков нет. К чему пришли руководители в мировом сообществе и к чему пришли мы. Для нетиповых задач, для задач, в которых важно сделать новую, нерешаемую нами раньше задачу, не так важен срок. Гораздо удобнее эти задачи объединять в порции, в пачке. Мы их называем недельный рывок. В CRUM называется спринт. Недельный рывок – это порция задач, у которых у всех срок одинаковый. Конец недельного рывка. Какую-то задачу мы сделаем первую, какую-то вторую. Не так важно в голове сотрудника сохранять эту картину. Эту в среду, эту в четверг, эту в пятницу. Надо показать объем задач на неделю и каждый день фокусировать на выполнении этих задач. Практика показала, что продуктивность гораздо выше, потому что в условиях неопределенности появляется свобода для приоритизации, но при этом сохраняется фокусировка на общем результате. Поэтому срока здесь нет, срок здесь подразумевается конец недельного рывка. Кстати, очень важный момент. Пойдемте дальше. Попросить у Сереги, чтобы дал примеры договоров от юристов. Прекрасно. То есть попросить – глагол, ненаправленный результат. Ты просил – просил. Получить – примеры. Но здесь мы добавляем еще такой момент. Мы описываем, что конкретно. Добиться получения актуального шаблона договора на поставку по ВЭДу от Серегиного юриста по записанному телефону. То есть мало того, что добиться получения – получить, но еще конкретный результат. Что конкретно мы должны получить? Не просто договоры. Ты договоры получил – получил. Какие? Я не смотрел, какие. То есть мы должны согласовывать этот результат заранее. Еще пример. Начать ввести календарь поставок и оплат для автохимии. Составить календарь. Начать. Ты начал? Начал. Начать ввести. Составить календарь. Но мы добавили еще такую штуку. Обучить сотрудника его регулярно обновлять. То есть составить календарь, внести у него уже базовые события и обучить человека этот ритм поддерживать дальше. Пойдемте. Готовы? У кого смартфон в руках есть? Молодцы. Он сейчас нам пригодится. Хорошо. Вот он, тренажер. Я предлагаю каждому из вас прямо сейчас перейти по ссылке, по первой ссылке и сформулировать задачу, которую вы поставите вашему сотруднику или самому себе уже завтра. Вы завтра будете ставить задачу. Вот сейчас прошу вас пройти через этот тренажер. Поставьте задачу как ценную для вашего бизнеса, но используя формулу делегирования. Отвечая на вопрос «Зачем?», отвечая на вопрос «Результат?», формулируя задачу с глагола в совершенном виде. Ну и первый шаг просто сфантазируйте. Так как ваша сотрудника здесь, может быть, не присутствует, он за вас не сможет этот шаг сейчас назвать. Пофантазируйте, какой бы шаг сотрудник ваш мог бы назвать. У нас есть стенд направо. Он с красной помидоркой. И подходя к этому стенду, вы сможете получить обратную связь от онлайн-координаторов, которые сейчас смотрят эти ваши поручения. По второй ссылке вы сможете сделать это самостоятельно, даже к нашему стенду не подходя. Вот вторая ссылка показывает вам табличку, где будут все ваши поручения. Можно будет там обратную связь посмотреть. Если подаете к стенду, мы прямо увидим вашу строчку конкретную и обратную связь вам покажем. Онлайн-координаторы сейчас сидят за компьютерами своими рабочими и готовят обратную связь для вас. Итак, тренажер по формуле делегирования. Давайте еще разыграем призы. Я буду дарить подарок, тетрадку для руководителя по внедрению инструментов системной работы. Давайте подарим ее. Я хотел подарить ее 24-му, но я вас запомнил. Хорошо. Победителя? Но у меня критерий такой, пусть это будет 24-й. Потому что битрик 24. Цифра, она видна будет, когда вы заполните формулу. В табличке у вас появится порядковый номер. Вот я предлагаю 24-му подари. Еще 48-го, у меня две тетрадки с собой. У нас остается 15 минут, поэтому я продолжаю, коллеги. Кто не успеет заполнить сейчас, заполняйте после нашей встречи и смотрите обратную связь от координаторов, а мы движемся дальше. Итак, вот мы научились ставить задачи идеально. Они у нас по формуле делегирования с глагола совершенного вида. Понятен зачем? Результат понятен. Куда их класть? В портянку, в таблицу. Пусть там они сидят красным цветом. Поставим самые главные и пусть люди понимают. Портянка, таблица не работает. Очень важно фокусировать человека на объеме на неделю и на объеме на сегодня в работе. Поэтому мы используем канбан-доски. В том числе канбан-доски очень хорошо реализованы в битриксе. Канбан-доска – это рай для визуала. Сотрудники, с которыми вы работаете, больше всего сейчас склонятся к визуальному восприятию, потому что у нас мир визуалов сейчас. И доска – это рай для визуала. Почему? Потому что на доске понятны приоритеты. Никаких красных нет. Выше карточка на доске – она приоритетна. Ниже карточка на доске – она менее приоритетна. У вас там 70 карточек? Это сразу понятно, нечестно. Вы убираете 70 карточек в единый список задач и в объем работы на неделю, в рывок на неделю складываете только те, которые команда реально сможет выполнить. Сразу возникает вопрос, а сколько команда сможет выполнить? Где их барьер? Где их предел? В исходной методологии Agile есть конкретный метод оценки. Мы его не используем, потому что сложно заходит. Практика показала, что через 2-3 недели команда привыкает к конкретному объему и уже сама легко ориентируется в тех вещах, которые успевает за неделю сделать, не успевает. Главное правило. На первую неделю возьмите малый объем задач, чтобы обеспечить маленькую победоносную войну для своей команды, чтобы она увидела, что да, мы использовали новый подход, сфокусировались на конкретном объеме и добились результата. Это доска, это конвейер реализации задач, где карточка путешествует от недельного плана, рывка на неделю через сегодня в работе и в конце концов доходит до готова. Это упражнение мы сейчас уже делать не будем, вы сможете подойти к нашему стенду и мы поиграем с вами в эту игру выгрузка ваших задач в электронную систему. Мы говорили, что нельзя в голове держать, вот куда их нужно выгружать. Итак, вот мы научились выгружать идеальные задачи на идеальную доску. Прекрасно. У команды есть конкретный визуальный объем на неделю. Команда может показывать тот объем, который выполняет на день и сразу же складывать карточки в готово, если они уже выполнены. Но есть один момент. Пройдет неделя и вся эта картина стухнет, потому что рутина, текучка, входячка, ритм отвлекает нас от этой идеальной картины. Поэтому каждую неделю в конкретное время, например, пятница 12.00, команда садится и определяет конкретный набор карточек из единого списка, которые нужно перенести в рывок на неделю. Если вы будете пропускать это планирование, двигать его по календарю то вправо, то влево, относиться к нему несерьезно, не готовиться заранее, ритма не получится. И с рутиной вы не справитесь. Вы не сможете создать конкурента в рутине, и рутина вас победит. Вы должны, вот, собственно говоря, в чем ограничение системной работы. Почему это не волшебная таблетка? Нужно научить себя фокусироваться каждую неделю. И вот мы научили. Но про карту проектов я не буду сейчас рассказывать. Коллеги, это сложная тема. Она показывает, как организовать работу команды не над одним направлением, а сразу же над несколькими направлениями. Мы используем для этого специальную колонку карта проектов в доске Kanban и используем связанные задачи для того, чтобы визуализировать эту связку. К стенду подходите. Это сложная проектная тема. Мы покажем вам, как устав проекта выглядит, как декомпозиция работает. Сейчас мы за 10 минут этого не раскроем. Итак, даже если мы научились каждую неделю фокусироваться на конкретном объеме задач, у нас идеальная доска, идеальные поручения, идеальное движение раз в неделю, рутина, и тут не дремлет. Неделя прошла, ты сделал задачи. К сожалению, о задачах люди вспоминают обычно, если в пятницу планирование, то в четверг вечером. Для того, чтобы с этим справиться, есть еще один инструмент. Мы сегодня уже о нем говорили. Это утренняя фокусировка. Вместо кофе утренний брифинг. Это ответ на три ключевых вопроса прямо в чате вашей команды. Сделал, планирую и мешает. Если ваш сотрудник не отвечает на эти вопросы каждое утро, если вы как руководитель не отвечаете на эти вопросы каждое утро, то жизнь ваша полна неопределенности, хаоса, и нет никакой надежды получить удовольствие от результатов своего труда. Это крайне важно. Вместо утреннего кофе. Ретроспектива. Я обещал вам рассказать, как эта штуковина работает. Что за ретроспектива такая? Это совещание, которое проходит в Google документе. Для того, чтобы все в команде видели конкретные записи в этом документе. Оно состоит из двух разделов. Плюсы. Это те моменты, которые в нашей работе за последние две недели хорошо зашли. Новый скрипт. Новое коммерческое предложение имеет высокую конверсию. Новая технология доставки до клиента лояльность повысила. Давайте это оставим в наших инструкциях, чтобы использовать дальше. Это контекст, в рамках которого вы каждые две недели садитесь и смотрите, что у нас получилось хорошо, что мы должны сохранить в стандартах, чтобы использовать многократно. В чем проблема? Мы так стараемся, придумываем гениальные идеи, но у нас нет повода записать их. Если у вас администратор команды, ваш внутренний координатор, каждые две недели в конкретное время собирает команду, садит перед компьютером и говорит, выгружайте. Что выгружать? Плюсы. Вы создаете ритм, контекст, в рамках которого лучшие ваши идеи будут закрепляться, потому что есть условия для их выгрузки. Дельта плюсы. Что это такое? Хорошо бы сказать минусы, да? Минусы, жалобы, проблемы. Но беда в том, что это неконструктивно. Минусы выписали, плач Ярославный на документ вылили, шагов никаких нет. Дельта плюсы – это шаги по дотягиванию наших минусов до будущих плюсов через эту дельту. То есть дельта плюсы – это шаги по исправлению минусов. Каждые две недели проводите такую встречу, и вы гарантируете регулярный рост своей команде, просто потому что будете создавать условия для того, чтобы вместе искать улучшения. У вас будет домашнее задание, ретроспективу провести. Можете подходить к нашему стенду, мы покажем вам примеры этих ретроспектив. Совещание. Я вам уже говорил, что нельзя начинать совещание, если вы не определили ожидания. Вот, собственно говоря, три раздела, которые мы заполняем на каждой встрече, на каждом мозговом штурме, на каждом решении проблемы. Всего три раздела, ничего хитрого нет. Экономическое чудо уже случится в вашей двери. Просто открываете документ, либо выводите его на проектор, либо у каждого на ноутбуке, на телефоне открываете этот документ в гаджете. В Google документе три раздела ожидания встречи, конкретные записи, черновики, что станет основой для будущего документа, который потом будут готовить участники этой встречи. И следующие шаги, конкретные поручения, которые нужно дать участникам этой встречи, чтобы потраченное наше время не прошло впустую. И все равно это не будет работать, если вы не продали команде идею системной работы. Что это значит? Вы как собственник, или как руководитель, или как старший специалист, вероятнее всего, мотивированы созидать. Потому что вы пришли в этот зал в поисках нового, у вас есть внутренний пассионарный призыв, вызов есть профессиональный, вы хотите добиться результата. Не каждый в команде эту идею разделяет. Кто-то понимает, что этот мир ужасен, и никаких шансов добиться результата нет. Пока вы не показали команде, что мы больше не хотим находиться вот в этом болоте, в этой клаке, постоянных кассовых разрывов, постоянного поиска непонятно каких идей, проектов, но хотим прийти к конкретному, понятному, светлому будущему из такого-то продукта, из такой-то технологии продаж, из такой-то системы управления. И для этого есть инструменты раз, два, три, которые нужно сейчас внедрить. Пока вы команде эту идею не продадите, команда не начнет это применять на практике. Наслаждать системную работу бесполезно. Нужно, чтобы люди хотели внедрять ее сами. Это крайне важно. А что нужно делегировать самому администратору? То есть тому человеку в команде, который отвечает за поддержание этого ритма. Я много раз сказал, делегировать администратору ритм, что такое на деле. Вот, пожалуйста, выполнять ритуалы. Администратор вашей команды должен выполнять ритуалы, должен собирать всех на утренние брифинги в команде, собирать на недельные планирования, собирать на ретроспективы, и каждый месяц обновлять карту проектов. То есть он должен команду вытаскивать, хотя дождь и снег и морозы за окном его от этого отвлекают. Он должен контролировать время. Он должен говорить, коллеги, 10 минут нашего брифинга закончились, запишите следующие шаги прямо в чат, и мы расходимся. Нельзя брифинг затягивать. Коллеги, час нашего совещания закончился, запишите следующие шаги в Google документе, и мы расходимся. Иначе потеряется доверие к инструменту. Ну и, конечно, он должен в себе на уровне ДНК вшить эту привычку и культуру, постоянно выявлять следующий шаг. Возникла гениальная идея? Следующий шаг. Вопросы, да? У нас потом будет сессия вопросов, если я не ошибаюсь. Возникла гениальная идея? Следующий шаг. Новый проект? Следующий шаг. Затяжная задача уже три дня не делается. Следующий шаг. Постоянно выявляете следующий шаг, который позволит сдвинуть новую гениальную идею или, наоборот, замерзшую задачу с одной точки, чтобы она начала исполняться. Домашнее задание. Как я показывал формат совещаний, который начинается с зачема и заканчивается шагами. Также я показал вам вначале, зачем мы здесь собрались. Я обещал вам касания с каждым инструментом. Ну и, конечно же, нашу встречу мы должны закончить следующими шагами, домашним заданием. Иначе зачем мы здесь собирались. Итак, домашнее задание. Продать команде идею ритма и визуализации. Начинайте с этого. Покажите, почему им это важно и интересно нужно. Дальше. Внедрите самые простые инструменты ритма. Самые простые. Это брифинги и недельное планирование. Но очевидно, что если вы внедрили брифинги, вам нужен чат, в котором бы вы выписывали тексты в ответы перед голосовой встречей. Иначе голосовая встреча будет затягиваться. И очевидно, раз уж вы внедрили недельное планирование, вам нужна доска задач. Подходите к нашему стенду, покажем, как в битриксе в канбане использовать эти доски задач. И третий шаг. Это уже более профессиональный шаг. Научитесь проводить мозговые штурмы и ретроспективы не в блокноте, не на флипчарте, не на магнитной доске, а в электронных документах по предлагаемому нами шаблону. У вас будет презентация, вы сможете оттуда взять этот шаблон и пользоваться им регулярно. Итак, три шага, которые важно выполнить. Коллеги, я жду вас у нашего стенда, там мой коллега уже работает. Победителям нашего соревнования по формулам делегирования достанется тетрадка по системной работе. Это упражнение, которое позволяет внедрить на практике. И каждый еще может взять с нашего стенда вот такую помидорку. Кстати, стенд можно взять по помидорке. Эта помидорка – это касание с нашим продуктом. Прочитайте, поймете, как этим пользоваться, а мы переходим к сессии вопросов. Илья, спасибо большое. Давайте поаплодируем. Очень интересный доклад. Я пока жду ваших предложений в мобильном предложении, а сейчас задам… А вот я вижу вопрос уже коллега хочет задать, да? Давайте. Если книги у Ильи спрашивают, а если нет, то надо написать. Спасибо за предложение. У нас есть описанные регламенты инструкции с видеороликами, с тестами. Моя команда пришла к выводу, что книга интересна, но она скорее про лирику. Мы обычно занимаемся внедрением, то есть мы не занимаемся обучением, мы сразу внедряем. У нас есть описанные инструкции и регламенты. Вот тетрадка, если говорить о книге, вот она. Но в ней нет ни одной истории про любовь. Возможно, что в перспективе мы напишем книгу про любовь, чтобы было интересно читать. А как нам получить? На стенде там станет понятно, как ее получить. То есть мы эти тетрадки только дарим. На сайте есть, да. На сайте, конечно, все это есть. Подходите на стенд, читайте на сайте. Какие у нас есть еще вопросы? Пожалуйста. Прошу. Я повторю, просто не все слышат. Вопрос про то, как понять, затягиваем или не затягиваем длительность брифинга. Шикарный вопрос, крайне важный для внедрения системной работы. Коллеги, первое. Почему нельзя затягивать брифинги? Если брифинг больше 10 минут, команда перестает верить в брифинг. Она понимает, так понятно, опять надо садиться. Сейчас будем полтора часа сидеть и с пустого в порожнее переливать. Это первое. То есть нельзя затягивать брифинг дальше. Критерий такой. На брифинге нельзя принимать решение. На брифинге нужно только согласовывать приоритеты. То есть на брифинге каждый отвечает на три вопроса, сделал, планирую, мешает. И как только возникает проблема, тут же ты, ты и ты встречаемся в 12.40 для решения этой проблемы. А ты и я встречаемся в 11.50 для решения вон той проблемы. То есть критерий простой. Как только начали решать проблему на брифинге, мы его автоматически затягиваем. Нельзя решать проблему, сразу выносить на отдельные встречи только с конкретными участниками. У нас есть смежный вопрос. А нужно ли на брифинге ждать обратной связи? Нужно ли ждать обратной связи? То есть сидим и ждем. Я прочитал. Коллеги, есть обратная связь. Значит, обратная связь только в естественном порядке дается. Если нужно скорректировать, вы можете показать, давай это выше по приоритету, это ниже по приоритету. Но если нужно в рамках обратной связи скорректировать поведение, скорректировать результат, выносите на отдельную встречу. На брифинге нельзя обсуждать, иначе потеряется доверие. Да, пожалуйста. Если я не 24-й, не 48-й, как мне учить? Я расскажу. Эта бумажка, на ней есть доступ к нашему базовому, самому простому продукту. Он включает в себя и тетрадку, и координатора, который вас за ручку по тетрадке проведет. Мы это предусмотрели. Это на стенде можно получить? На стенде, да, на стенде все это есть. Есть у нас. Вот еще вопрос. Прошу. Как не замучить людей? Шикарный вопрос. Шикарный вопрос. Как не замучить людей этим контролем? Прекрасный вопрос. Значит, коллеги, если вы эту штуку будете продавать и внедрять как контроль, все сломается. Идея системной работы заключается не в контроле, а в фокусировке. Это очень важно. И каждому в команде нужно пояснять, что это не контроль. Я как руководитель могу не успеть себе ваши брифинги прочитать. Моя задача как руководителя – помочь вам сфокусироваться, друг с другом договориться. Я не собираюсь вас контролировать. Если мне нужно вас контролировать, то мы проиграем гораздо раньше, чем вы обидитесь на то, что я вас постоянно контролирую. Этот инструмент нужен для вас, чтобы вы могли свои приоритеты увидеть. Но, конечно, здесь некоторый дискомфорт появляется. Мне нужно каждую неделю отвечать на вопрос, к какому результату хочу через неделю прийти. И каждый день отвечать на вопрос, что я сделал вчера. Важно понимать, что это механизм фокусировки, который, кстати, направлен на простое человеческое счастье, потому что обеспечивает дофамин-эндрофинную связку в голове. Потому что эндрофин выделяется, когда вы видите результат своего труда, а дофамин выделяется, когда вы смотрите на будущие возможности, на электронную доску. Это важно продать команде правильно. Я скажу, что после внедрения 10% увольняются. Почему? Потому что они начинают понимать, что дальше, как было, не получится. Теперь надо работать. Теперь придется работать. Есть еще процентов 20-30 людей, которые начинают конфликтовать с системой. Они говорят, зачем мы раньше нормально работали, а когда мне тогда по сделкам ходить, а когда мне делом заниматься, только ваши брифинги вести постоянно. Первое время они сопротивляются, потом они становятся самыми ярыми сторонниками, потому что они начинают садиться на наркоманскую иглу эндрофина. Они начинают кайфовать от того, что видят результат своего труда. И они потом чувствуют себя крепкими созидателями. Это приходит не сразу. И важно показать, что мы это делаем, чтобы фокусироваться, и чтобы понимать результат своего труда, в том числе для себя лично, удовольствие получать. Но часть уволится, потому что станет понятно, что они ничего не делают вовсе. Вот еще вопрос у нас. Пожалуйста. Внезапно прибегает новая задача, и все, что ты планировал, все разрушается. Так будет. И от руководителя нельзя отказаться. Причем он аргументирует. Значит, здесь есть два подхода. Первое. Руководитель должен эту идею тоже купить. Руководитель имеет право, как визионер, отменить цель вашего недельного рывка и поставить новую. И делать он имеет это право каждый день, потому что он визионер. Но руководитель очень хорошо должен понимать, что каждый раз менять цель рывка – это ударять в днище вашей лодки и снижать ее скорость на поворотах. Если вы хотите разламывать свою команду и дальше, вы меняете штурвал, как хотите каждый день. Если руководитель понимает, что от успеха системы зависит успех его бизнеса дальше, он начинает каждый раз взвешивать, зачем вопрос пропускать через вопрос, зачем каждую свою задачу, и оценивать, а готов я снова сломать ритм или нет. То есть каждый раз отмена цели рывка и замена ее новой в середине недели – это то же самое, что операция по вырезанию ампендицита. Первый раз вырезали ампендицит – нормально. Второй, третий раз – уже ненормально. То есть нужно руководителю продать идею, пропускать через «зачем?», потому что руководитель тоже зачастую не успевает ответить на вопрос «зачем?», он просто в панике вносится. Клиент попросил, надо срочно сделать. А зачем? Клиент попросил. А клиент когда это будет показывать? Осенью. А сейчас зачем? Ну чтобы скорее показать ему, порадовать. Сейчас зачем? Ладно, ладно, делайте свои задачи. Это первый аспект. Второй аспект. У вас есть честный инструмент визуализации, доска задач. Прибегает руководитель, вмешивается, разрывает рывок, говорит, «Ребята, я не прав, я виноват, но я сейчас должен поменять цель рывка». Хорошо? Покажи, какие эти задачи из рывка я должен убрать. Ладно, делай дальше свои задачи. То есть у вас есть честный механизм договоренности, не серии. Делайте, делайте, делайте. Вот еще вам задачка. Ложечку на дорожечку. Нет. Вы можете честно договориться эти убрать, а эти добавить. Когда у вас 50 красных задач в таблице, этого не сделать. А когда у вас на рывке всего 15 задач, очень понятно, какие будут уничтожены, а какие взамен на них появятся. Давайте два последних вопроса. Вот здесь молодой человек руку тянул. Это профессиональный вопрос, я отвечу коротко. Значит, если команда большая, нужно ли их разделить на разные брифинги или всех вместе в кучу согнать? Значит, для того, чтобы ответить, я введу определение. Команда. Команды это те, кто пересекаются ежедневно при подготовке общего недельного результата. На брифингах должны объединяться только команды. Те, кто пересекаются ежедневно при подготовке общего результата. Если мы загнали хотя бы кого-то, кто не пересекается, ему будет скучно, он будет не верить, он будет всем в курилке говорить, что это хрень. И это работать не будет. Есть еще одно определение. Группа. Это те, кто выполняют однотипные задачи с едиными показателями, но не пересекаются при результате. У них брифинги проходят, но по другой схеме, по цифрам, а не по задачам. Но это еще более профессиональный вопрос. Спасибо. И последний вопрос. Вот там молодой человек у нас. Хороший вопрос. То есть команда уже готова к онлайну, но психологически неудобно, нужно глаза видеть. Значит, мы делаем это вообще очень просто. Мы берем и часть команд распределяем по городам. Выхода нет. И все должны сидеть с гарнитурой перед компьютером, потому что часть команды по городам, значит, все сидят с гарнитурой перед компьютером. Я вообще за такой подход. Я считаю, что вживую нужно встречаться для тимбилдинга. А работать нужно только онлайн, иначе отвлекаешься. Но если вы к этому еще не готовы, если вы не готовы с гарнитурой сесть перед компьютером и распределить часть команды, чтобы быть вынужденными в онлайн работе, садите одного за компьютер и проектор, а все вокруг него становитесь. Один пишет, но все видят, что он пишет. И причем этот один – это не секретарша, который не отвечает за результат, который все равно, что написать, а этот человек уровня тимбилда. Ответил? Спасибо. Я тоже задам небольшой вопрос. А как вдруг кто-нибудь сейчас из нас соберется внедрить себе такую систему, и можно ли нам это делать самостоятельно? И как нам потом измерить, что у нас получилось, как узнать результаты, проверить их точнее? Какие результаты должны быть? Правильный вопрос. Можно ли самостоятельно? Нужно. У меня есть миссия, я хочу экономическое чудо в стране сделать вашими руками. Если я буду с командой внедрять у каждого из вас, то у меня не получится. Я уже ночами плохо сплю, потому что у нас поток увеличивается, а я хочу еще отдыхать. У нас есть инструменты, инструкции, вот типа таких тетрадок, которые вы можете взять и внедрять самостоятельно. На самом деле ничего хитрого в этом нет. Просто берете и делаете. Практика показывает, что выдержки хватает не у каждого, только у самых стойких бойцов, потому что рутина в хаячка текучка. Мы поэтому придумали такой инструмент, нас координаторы за руку ведут, и делают так, что у вас просто выбора нет, вам придется внедрять. Но тем не менее технически любой может внедрить это без нас. Любой. Потому что все уже есть в видеороликах, в инструкциях, в правилах, в шаблонах. Все там записано. Как измерить результат? Есть три ключевых направления, на которые влияет система на работа. Скорость. Скорость реализации проектов увеличивается в 2-4 раза по сравнению с тем, что было у вас раньше. Это свобода от рутины и текучки. У руководящих постов возникает возможность заниматься стратегией, а не текущим оперативным управлением. И строится карта целей, вставятся в работу проекты не от того, что что-то сломалось, а от того, что мы видим, куда дальше идти. И стабильность продукта. Рекламации от клиентов уменьшаются в 2-4 раза тоже за счет того, что мы обеспечим стабильное качество на выходе. Вот три критерия, по которым можно проверить, система на работу зашла или у меня ничего не получилось. Спасибо большое, Илья. Ну что ж, давайте поблагодарим Илью за замечательный доклад. Илья еще здесь. Можно будет подходить к нему и задавать вопросы. Коллеги, спасибо. Вместе победим. Ура.